Именем Аллаха Милостивого Исламской империи, и из-за большого количества мусульманских ученых, живших там, являлся центром исламского знания. Однажды правитель Рима решил послать в Багдад своего гонца, приказав ему задать мусульманам три вопроса. Добравшись до города, посланец велел передать халифу, что принес вести от римского владыки. И тот приказал пропустить его. Гонец сообщил, что у него есть к мусульманам три сложных вопроса, и он бросает им вызов. Смогут ли они на них ответить? Тогда халиф приказал созвать к себе во дворец всех ученых города. Вестник взобрался на высокую трибуну и изрек. Я пришел к вам с тремя вопросами. Если вы сумеете на них ответить, римский владыка осыпет вас несметным количеством богатства. Вот мои вопросы. Что было до Аллаха? Куда смотрит Аллах? Чем занят Аллах в настоящий момент? Толпа мудрецов оставалась безмолвной. А как бы вы осмелились ответить на эти вопросы? И вдруг среди толпы послышался тонкий голосок. О, дорогой папа, можно я отвечу на них? И он замолчит. Это был голос мальчика, который пришел на собрание со своим отцом. Малец спросил у халифа разрешение держать слово. И правитель дозволил ему говорить. Римлянин обратился к молодому мусульманину и повторил свой первый вопрос. Что было до Аллаха? Мальчик ответил вопросом. Умеешь ли ты считать? Да, сказал мужчина. Тогда посчитай обратно с десяти. Римлянин начал считать. Десять, девять, восемь, до тех пор, пока не дошел до единицы и остановился. Ну, так а что дальше после единицы? Спросил мальчик. После единицы нет ничего. Она самая последняя. Удивился римлянин. Если нет ничего после арифметической единицы, как ты мог подумать, что что-то могло быть перед единым, который является абсолютной истиной, вездесущим, бесконечным, первым, последним, проявляющимся, скрытым. Римлянин не ожидал получить такой прямой ответ, который он был не в силах опровергнуть. Он задал свой второй вопрос. Тогда скажи мне, в каком направлении смотрит Аллах? «Принеси свечу и зажги ее», — ответил мальчик. «И скажи, в каком направлении смотрит ее свет?» Но свет пламени свечи смотрит во все стороны — на север, юг, запад, восток. Он не смотрит в каком-либо одном из этих направлений, — изумился мужчина. Малец воскликнул. «Если физический свет распространяется во все четыре стороны, и ты не можешь ответить, в каком конкретно направлении он смотрит, чего же ты ожидаешь от Аллаха? Света небес и земли». Свет над светом Аллах смотрит во всех направлениях, и во все времена римлянин не мог поверить своим глазам. Перед ним маленький мальчик, отвечающий на его вопросы так, что ему нечего сказать в его опровержение. Отчаявшись, он было, приготовился задать ему последний вопрос, но юнец опередил его. «Подожди, ты тот, кто задает вопросы, а я тот, кто на них отвечает. Было бы справедливо, если бы ты встал там, где я стою, а я бы встал на то место, где сейчас стоишь ты, чтобы ответы были слышны так же хорошо, как и вопросы». Это показалось римлянину убедительным, и он спустился с трибуны, на которой стоял, а мальчик взошел на нее. Тогда мужчина повторил свой последний вопрос. «Скажи мне, что Аллах делает сейчас?» Мальчик гордо ответил. «Сейчас, когда Аллах обнаружил на этой высокой трибуне лжеца и насмешника над исламом, он заставил его спуститься, унизив его перед всеми». Что же касается того, кто верит в единство Аллаха, он приподнял его и вложил истину в его уста. И римлянину ничего не оставалось делать, как поверженному и униженному возвратиться в родной город. Мальчик вырос и стал одним из самых выдающихся ученых ислама. Всемогущий Аллах благословил его особой мудростью и глубоким пониманием религии. Ребенка звали Абу Ганифа, да будет Аллах доволен им. И он известен как Аль-Имам Аль-Азам, великий имам и исламский ученый. Пусть же Аллах не спошлет хоть частицу такой мудрости на наших детей-мусульман, подрастающих сегодня. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok